Ростовская область попала в число 27 регионов, которые федерация поощрит бонусными денежными средствами за сохранение и увеличение поголовья крупного рогатого скота. Об этом на видеопресс-конференции заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. По ее словам, прошедший год был непростым для селян. От засухи пострадали 43 региона, 25 тысяч хозяйств. Тем не менее, воловой сбор зерновых составил 60 миллионов тонн зерна. Этого достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности страны, не прибегая к импорту. А вот производство мяса в целом по стране удалось увеличить. И хозяйства, которые не сократили поголовье крупного рогатого скота, получат, так сказать, премиальные деньги. Для наших сельхозтоваропроизводителей, что предусмотрено для тех регионов, кто сохранил поголовье крупного рогатого скота, для предприятий в этих регионах, поддержка на каждую голову около полутора тысяч рублей. Что можно использовать на привлечение кормов и так далее. По оценкам регионального министра сельского хозяйства Владимира Черкезова, общая сумма такого бонуса на область составит приблизительно 385,5 миллионов рублей. За счет чего удалось сохранить поголовье КРС на Дону? – Были введены такие экономические рычаги, как выплата за произведенную продукцию. То есть мы пошли тем путем, что человек должен понимать конечную выгоду. То есть если мы ему платим, мы ему платим, допустим, 2 рубля за сданное молоко, за литр сданного молока. То есть это существенная прибавка. Это раз. И плюс цены сами на молоко в связи со сложившимися, так сказать, обстоятельствами и спросом на эту продукцию, они тоже заметно увеличены. Как только вот этот процесс стабилизировался, так сразу стабилизировалось и поголовье крупного рогатого скота. Ну и еще можно здесь отметить тот факт, за счет чего произошла стабилизация крупного рогатого скота. Конечно, знаете, как говорят в народе, нет худа без добра. Ну и здесь еще сыграла, конечно, свою роль эта африканская чума свиней. Потому что в связи с тем, что мы вынуждены были в результате этого заболевания животных уменьшать количество свинопоголовья, но вакуум должен был чем-то заполняться. Поэтому люди тоже правильно поняли и начали заниматься крупно-рогатым скотом. В этом году в стране планируется собрать 85 миллионов тонн зерна. Естественно, нагрузка ложится на основные регионы производителей, в том числе и на Ростовскую область. Чтобы достичь амбициозных планов, в области увеличили посевные площади на 140 тысяч гектаров. Планируется расширить площади под овощи на 9%, а под картофели вовсе на 18%. Потребности донских жителей в картофеле оцениваются в 600 тысяч тонн. А в прошлом году его было произведено 275 тысяч, на 10% меньше, чем в 2009. В итоге дефицит своего и завоз картофеля со стороны образовали на рынке высокую цену. Но чтобы старания сельхозпроизводителей в итоге этого года не сошли на нет, им нужна помощь. К примеру, минеральные удобрения, в которых нуждается почва и зависит урожайность зерновых, с 7 тысяч рублей подорожали до 10. Умножить на сотни тысяч тонн необходимого количества удобрений, зерно в итоге будет недешевым. То же самое с горюче-смазочными материалами. Но господдержка будет. Общая сумма в этом году составит более 4 миллиардов рублей. Но селенам нужно побольше, чтобы им стало выгодно заниматься производством продукции, а нам, потребителям, недорого ее употреблять.